4 августа на территории всей России вступил в силу новый федеральный закон, который изменил порядок оформления строительства жилых и дачных домов. В полной мере он начнет действовать с 1 марта этого года, то есть на смену упрощенному порядку регистрации домов и дач, другими словами, так называемой дачной амнистии, придет уведомительный порядок. Он станет обязательным как для недвижимости, возводимого на участках для индивидуального жилищного строительства, так и на землях СНТ. До 1 марта гражданам нужно совершить всего три шага. После 1 марта этот порядок усложняется. До 1 марта гражданам нужно будет запомнить декларацию на дачный или садовый дом, подготовить или заказать технический план у кадастрового инженера, и эти документы отнести в многофункциональный центр, оплатить государственную пошлину и подать документы на регистрацию в Росреестр по Московской области. С 1 марта дачникам, решившим приступить к возведению или реконструкции домов, нужно будет подавать уведомления о начале и окончании строительства. Новая процедура регистрации претерпит существенные изменения и будет состоять из нескольких этапов. После 1 марта для садовых домов будет действовать такой же порядок, как для объектов индивидуального жилищного строительства. То есть вы оформляете дома через уведомления, подаете уведомления о начале строительства данного дома, получаете от местной администрации уведомления о соответствии данных параметров, строите свой дом и после окончания строительства подаете третье уведомление о том, что дом построен, прикладываете туда технический план, заказанный у кадастрового инженера. Администрация выдает четвертое уведомление о том, что построенный дом соответствует тем заявленным параметрам, которые были указаны ранее. Еще одно важное нововведение уже вступило в силу с 1 января. У граждан появилась возможность перевести садовый дом в жилой путем подачи заявлений в органы местного самоуправления. Для этого строение должно соответствовать ряду критериев. Среди них наличие коммуникаций и надежная конструкция, позволяющая проживать в здании круглогодично. Какие преимущества дает гражданам перевод садового дома в жилое? Во-первых, теперь в этом доме можно будет постоянно прописаться. Во-вторых, граждане получают налоговые вычеты. В-третьих, устанавливаются понижающие коэффициенты на электричество. Я призываю граждан Одинцовского района поторопиться с оформлением своих дач, чтобы в дачный сезон, который наступит весной, вступить во всеоружие, то есть вступить уже с оформленными объектами недвижимости. Продолжение следует...